Всем привет! Это очередная серия дневники моего ремонта. Но на этот раз я вам покажу свою гардеробную. Ремонт в гардеробной тоже занял достаточно много времени, так как сначала у нас был именно основной ремонт, но только потом мы смогли заняться организацией самой гардеробной. И еще мы будем перестилать пол в гардеробной. Да, мы дико-крутые ребята, поэтому мы решили паркетную доску и в гардеробную выкладывать. Итак, вот наша гардеробная, ее тоже переделываем. Сейчас у нас идут полы, значит, underlayment, underlayment, потом вот паркетная доска идет, и это мы оставили на завтра, завтра выложим, но также стены будем красить, и вот здесь, конечно, мы будем все это менять, потому что здесь вообще на самом деле не очень практично и не очень удобно вот эти полки приклеены, приверчены. Поэтому все здесь будем менять, и мне кажется, в гардеробной самое главное, как раз это не пол, а вот эта комплектация вешалок. Ура! Мы выложили полы в гардеробной. У нас почти весь второй этаж перестелен, только лестница осталась. Что мы сделаем еще? Мы потом на всем втором этаже поменяем эту вентиляцию, решетку. Наверное, поставим или медный, или деревянный. И вот сюда нам придется класть молдинг, если я правильно говорю, потому что у нас здесь такая щель осталась. Плинтуса, ну и потом все стены и организация. Ну а сегодня это помещение уже выглядит вот так. Да, мы были в Икее, и на ней и остановились, потому что вроде цена... Ну не то, что качество, а то, что нам было удобно, размеры, компактность этого всего нам подошла. То есть мы будем стараться сделать так, чтобы все влезло на одну стену, потому что она достаточно узкая. Вот, окончательная цена нашего проекта. И мне понравилось, что я могла это сделать сама. У них есть такая программа, в которой ты сам себе по своим же размерам делаешь. Это все сделано с учетом этой вентиляции. Здесь я надеюсь, что будут у меня висеть длинные вещи, потому что мы ее не могли заставлять. У нас здесь получился пробел, получается два шкафа, два шкафа и узкие длины для обуви с зеркальной дверью. Так, мы еще раз приехали в Икею, потому что наша гардеробная собирается просто как конструктор лего. Потому что почему-то в наличии очень многого нету. Это уже у нас третий заказ. Вернее так, мы заказали большой заказ, он пришел. Потом заказали то, что появилось в наличии тяжелое. Вот мы приехали сейчас забирать, и оказалось, пока мы приехали забирать, еще четыре полочки были в наличии, нам надо восемь. Но ничего, я не расстраиваюсь, потому что когда я приезжаю в Икею, я покупаю вот эти прекрасные блинчики. Ну и наши шкафчики потихонечку собираются в красивую гардеробную комнату. Так, мы в процессе сборки шкафов Икея. Что это за дела? Значит, мой муж говорит, посмотри, здесь нужно вдвоем. Я говорю, ну хорошо. Значит, роли распределили эти фото. Вот женщина, у нее длинные волосы и грудь, значит, она здесь крутит, а мужчина у нас стоит и уровень, значит, держит. Он уже говорит, естественно, давай, начинай. Я подержу по инструкции, у меня надо уровень держать. Посмотрите, какая несправедливость. Я, конечно, понимаю, что фемпольт-лестка сейчас вообще очень актуальна, но посмотрите, крутит, крутит, уровень держит. Еще что-то крутит. Икея, я просто вообще в расстроенных чувствах. Что это за дискриминация женского пола? Так, ну и давайте я вам покажу наш промежуточный вариант. Шкафы, вернее, их короба скручены. У нас их вместилось 5 штук, один узкий. И здесь мы не смогли вставить шкаф, потому что у нас здесь вентиляция, но я придумала, здесь будет перекладина и здесь будут висеть длинные вещи. Это тоже, конечно, отличный вариант. Итак, работаем с тем, что есть, поэтому дырки для электрического, для света у нас были. Когда мы поставили в огромные шкафы, центр сменился. Конечно, так, в идеале, бы оно было здесь, но я же говорю, работаем с тем, что есть. Из-за этого не будем пересверливать дырочки. Плинтусов еще нету. Нету, выключатели, света. То есть, это вот такой, как сказать, заложен скелет. И, естественно, все шкафы будут наполняться полками. Ну и мы уже тоже продумали хранение так, как для каждого из нас нужно. Эти рамочки у нас будут висеть в гардеробной вместе с зеркалом в полный рост. Они были пустые, потому что я из них вытянула картинки. Долго думала, что же туда вставить. И мне пришла идея, у меня куча журналов, почему бы их не изрезать и не найти мне нужные картинки, которые мне понравятся. Подходят по стилю и по цвету. Вот, пожалуйста, целый проект. Ну а теперь, конечно же, самое интересное в любом ремонте. Это результат до и после. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну и если вам понравилась моя гардеробная, то поставьте пальчики вверх, мне будет приятно. Ремонт в доме у меня еще продолжается, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить очередные серии дневники моего ремонта. Ну а пока, пока!